Дмитрий Валентинович, вы свящитесь с Ленитом Антоновичем, Михаилом Дмитриевичем. У нас слетела ссылка, и они могут не по той зайти. Ага, ну просто надо в Тимс зайти и по той, которая... Да, несомненно, несомненно, да. Чадерну, чадерну. Большое спасибо. Ага. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а Михаила Дмитриевича нету все-таки, да? Ну, он в старом еще сидит, потому что я там снова туда влетел. Сейчас я ему скажу, ему нужно обязательно присутствовать. Сейчас, извините. Продолжение следует... И не откликается. Видишь, как его от сети отрубило. Прошу прощения. Не надо давать ей убери, не нужно. Михаил Дмитриевич, надо перезагрузиться, там сбой произошел. Мы загрузились по новой и сидим все вместе, кроме тебя. А-а-а, ишь ты, сычковал. Ладно, заходи заново. Экзамен, понимаешь. Анна Владиславовна, мне будет нужна ваша помощь сегодня. Либо после семинара, либо по телефону. Зеленым загорелся, Михаил Дмитриевич. Глядишь, скоро войдет. Снова красный. Снова зеленый. С переменным успехом. Я открыл. Ага, и окно закроешь, да? Спасибо. Что ж такое-то? Не работает? Нет, все работает. Один товарищ не может лечиться. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, когда все ведущие игроки на месте, я позволю себе открыть семинар. А если Михаил Дмитриевич меня слышит, я даже задам ему потом вопрос. Сегодняшний доклад идет в статусе или в ранге мастер-классов и посвящен совершенно новой разработке Юрия Анатольевича в области инвалидивных базисов Брёбнера. Это очень интересная тематика. Сегодня было отправлено научно-популярное сообщение для всей общественности, университетской и потусторонней, что это за замечательный результат. Михаил Дмитриевич, ты не хочешь каких-то пару слов сказать, предваряя рассказ Юрия Анатольевича? Молчит. Он что, так и не подключился? Ладно, тогда все-таки включаемся и Юрий Анатольевич, прошу. А я сейчас себя отключу. Спасибо. Веду видео отключу. Так, сейчас я включу доклад. Название доклада «Объектно-ориентированно-динамическое перераспределение памяти» и его приложение в Янге. Основное содержание доклада будет достаточно краткое введение, поскольку все алгоритмы динамического перераспределения памяти можно разбить на две крупные группы. Это либо так называемые алгоритмы сборки мусора, либо алгоритмы реализации для работы с кучей. И как раз будет подробно рассмотрена объектно-ориентированная реализация динамического перераспределения памяти и использование его в ГИН. Ну, во время доклада, возможно, где-то какие-то мои суждения будут категорические, особенно в отношении различных языков программирования. Прошу меня сразу простить. Это просто для того, я считаю, что доклад должен быть эмоциональным, чтобы как-то вот его оживлять. Ну, использование памяти. В современных языках программирования всю память, которая используется, можно разделить на три категории по времени их жизни в программе. Это первое, это время жизни, так называемая статическая память. Это, так сказать, сюда также падает и глобальная. Это все те переменные, которые живут все время в выполнении программы. Один из первых таких языков программирования, который только это использовал, был Портран. Там вся память была статическая. Надо было все время выделять железным образом массивы, переменные, которые вы использовали. Нельзя было писать рекурсивные функции. Возникал вопрос нехватки памяти еще на тех компьютерах, когда и сейчас бывает, что не хватает для больших задач. Поэтому использовали области Камон и так далее. И это все давало такие сложные ошибки. Ну, все ошибки с памятью всегда сложные. Их очень тяжело найти. И если они еще парные, то практически невозможно. Второе. Это время выполнения функций живет переменная. То есть они выделяются в стеке. Поскольку вызовы функций следуют друг за другом. И получается, таким же свойством обладает стек, то это самое быстрое, самое хорошее выделение памяти для переменных. Очень быстрое, поскольку компилятор, если у нас компилируемый язык, заранее знает все размеры требуемой памяти для переменных. Просто выделяет границу, сдвигает границу в стеке и назначает просто адреса готовые соответствующих размеров. Вот. Эти перемены также называют автоматическими, но в языках программирования обычно используют слово «локальный». Это нам не совсем подходит, поскольку у нас в основе мы все равно подразвиваем системы компьютерной алгебры. То есть у нас структуры данных должны быть динамическими. То есть все время расти, изменяться. Тогда, так сказать, следующим способом это время жизни либо определяет программист, это операция Нью Делета, либо, так сказать, если не программист определяет, то есть аналог сборки мусора, который позволяет выделять память в кучи и каким-то образом с ней работать. То есть вот на своей заре молодости меня учили Фортрану, и потом на пятом курсе прочитали язык программирования Паскаль. Ну, был в таком, ну, курс был как спецкурс, читали месяц, особо я там не разобрался. Только, единственное, после Фортрана это, конечно, очень красивый сам по себе язык сразу же мне понравился. А потом была книжка Флетчера, не помню, как она называется, по Паскалю, и там были два примера приведены. Первый пример был связан, по-моему, с станцией метро Лондона или Нью-Йорка, не помню, он разбирал там какой-то поиск, поставление маршрутов. А второй был интересный, там рассматривались многочлены от одной переменной к сложению, и как раз была проведена пример, как можно динамически выделять память. А я как раз тогда вручную пытался считать работу с дифференциальными уравнениями, видел все громоздкие впечатления, не знал, что есть система компьютерной алгебры. И думаю, как было бы замечательно на Паскале написать эту программу. Но, так сказать, Паскаль, он язык очень, так сказать, сам по себе не очень хороший, как и для обучения, так и для программирования, я имею в виду Борловым Паскаль. На классическом Паскале тяжело ученичить программирование. Ну и теперь мы разберем как раз первые два вот этих вот основных момента. То есть время жизни определяет программист. Для этого коротенький пример я приведу. Я скачал, вот внизу приведен адрес. Вот, вот с этого адреса. Картинки, где показаны в виде гиф-анимации разные работы, как обычной кучи, как и работы различных реализаций сборщиков мусора. Вот, то есть сначала картинка черная, это неиспользуемое пространство у нас памяти. Потом постепенно начинает подсветствовать ярко-желтым цветом. Это операция записи, ярко-зеленом операции чтения. Со временем записанные фрагменты темнее, чтобы показать развитие процесса во времени. Вот, но иногда можно тут заметить, что программа начинает игнорировать отдельные участки памяти. Они считаются мусором. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. Увеличим. То есть видно, память постепенно растет, заполняет. Вот. Иногда вначале все работает хорошо. И, естественно, если программа у вас развивается, так сказать, только последовательно, может быть, с небольшими, так сказать, с возвратами возвращает в систему память, то у вас все прорабатывает хорошо и все отлично. Но если у вас программа по времени будет работать сутками, и все время будет запись, возврат в памяти, у вас получается очень сильная фрагментация вот этой вот кучи. И в результате у вас очень тяжело найти свободный, ну, так сказать, кусок памяти нужного размера. Во-первых, критерий. Какой хороший кусок? Если в большом куске все время его занимать, потом не хватит. У вас будет много мелких кусков, не хватит памяти. Ну, тут очень сложно. Вообще, сами по себе алгоритмы достаточно сложные. Я чуть попозже кратко о них расскажу. Альтернативой была сделана так называемая сборка мусора или garbage collector. Ну, то есть это вот когда время жизни уже определяется переменной каким-то специализированным алгоритмом. Это было, так сказать, сформулировано в 59-м году создателем языка ЛИСП. Вообще язык сам по себе очень красивый. Много на нем когда-то писал программ. Вот. Очень красивое понятие ЛИСПовской ячейки, что они все фиксированы размера, позволяет их связать. У вас нет проблем уже с фрагментацией никаких, не возникает кучи. Ну, вообще все было хорошо. Но, так сказать, все-таки это специфика таких языков. И впоследствии, как раз это 60-70-80-х годов, это в основном применялось в каких языках программирования? Функциональных и логических. Вот. Поскольку тут структуры данных такие весьма специфические, это, как говорится, с помощью списков-списков можно представить абсолютно все. Но работать не всегда удобно, тем более, так сказать, следить за временем жизни. Того или иного объекта затруднительно. То есть он может использоваться в разных структурах программ. Возникает вопрос, как определить, это нужная структура или ненужная структура. Вот. Ну, чтобы показать, как работает сборка мусора, сейчас я еще запущу. Существует два основных алгоритма. Это первый алгоритм. Это подсчет ссылок. То есть на каждое выделение памяти, то есть каждому узлу приписывается счетчик ссылок. И когда на этот узел ссылка пропадает, я ее снимаю. Ну и так далее. Возникает вот такой простой алгоритм. То есть основных только два, но модификаций их очень много и разных комбинаций. Это вот подсчет с методом ссылок. Видите, возникает уже фрагментация у нас в данный момент. Записи. И чтобы не занимать время, метод это маркеров. То есть ссылок нет, но у вас есть какой-то набор глобальных переменных. Тех, которые в данный момент находятся, так как говорится, в голове списка у вас. Условного какого-то, так сказать. С которого вы берете и по всей, так сказать, куче пробегаете. И расставляете маркеры, которые, если этот используется, узел памяти. Если он используется, вы оставляете. Не используем, вы потом возвращаете в систему. Я помню, когда вот совсем давно уже считал, как раз на редьюсе начинал считать. Всегда очень сильно раздражало. Было непонятно, что делается. То есть у меня идет output. Я трассирую, как алгоритм работает. Пытаюсь там разобраться, понять, что происходит в данный момент в программе. В этот момент она неопределенным образом зависает. И непонятно, то ли возникли огромные числа в ходе вычислений. Поэтому большое время вычислений. То ли возникла, так сказать, работа сборщика мусора. Так по времени заняло. То ли сборщик мусора у меня возникает, начинает часто включаться. Иногда наоборот долго не включается. Потом очень длительные по времени включения. В 80-е годы технология стала использоваться и в декоративных, императивных языках программирования. Ну, мне кажется, это больше всего связано с тем, что упал уровень программистов. Пусть тогда наука, сами языки программирования были, может быть, не особо развиты. Технология программирования не была развита. Но тогда было все-таки более качественно. А когда это все потребовало массового подхода, Когда было в тот момент, как раз в 80-е, 90-е годы было хроническое невыполнение больших крупных проектов. Возникли требования, чтобы упростить программирование в каком-то смысле. И поэтому начали использовать сборки мусора. Одновременно, так сказать, я могу понять в таких языках, например, как питон или раби. Это языки, которые с динамической типизацией, там сборка мусора просто естественным образом идет. Ну, Java, язык для кофеварок, для которого говорят, что вот у нас хорошо, у нас есть сборка мусора. Я где-то смотрел одну работу, там насчитывалось в современных реализации Java 7 или 8 разных вариантов сборки мусора. То есть это обсуждается, это все время работается, и видно, что результата хорошего не получается все равно. Ну, она тоже имеет отношение с решеткой. Ну, от себя добавлю, что скорость разработки программ, что на Java, что на C с решеткой, что на C++ одинаковая. Поэтому говорить о преимуществах этих языков за счет того, что они сделали сборку мусора, не приходится. Вот. Остальные языки, в том числе Go, они ориентированы уже на параллельные вычисления, и поэтому там своя специфика предъявляется. И там, так сказать, сборка мусора в каком-то смысле, она естественным образом оправдана, как и некоторые своеобразные, как я позже покажу, и стандартные Malac Free операции выделения, удаления памяти для C, которые считаются де-факто и для остальных языков. Потому что все равно все, в конце концов, написано на C. Вот. Вот этот алгоритм пометок я вам продемонстрировал. Вот. То есть для каждого объекта хранится бит, указывающий, достижим ли этот объект из программы или нет. Изначально все объекты, кроме корневых, помечаются как недостижимые. Рекурсивно просматриваются и помечаются как достижимые объекты. Понимаете, по времени это будет очень долго, особенно когда, так сказать, вы какие-то ветки в этих деревьях будете хранить по много раз, вот. То, так сказать, у вас это произойдет, ну, типичный пример структуры, вот как раз в Гинве, сейчас в данный момент просто есть, так сказать, просто набор файлов, но они все рабочие, связаны с работой для, так называемых, булевых многочленов. То есть у вас значение только 0 единицы переменные могут быть. Там очень эффективная структура данных для хранения есть, которая очень компактно позволяет сжимать данные. Но за счет того, что там одни и те же в этом дереве проходы могут проходиться там по 2 в степени на раз. То есть вы вот этим вот алгоритмом, просто у вас не хватит ни времени, чтобы за какое-то реальное время просмотреть и пометить. Хотя у вас структура данных умещается там буквально, может быть, 100 килобайт памяти оперативной. Вот. Ну, естественно, те объекты, у которых бит достижимости не был установлен, считаются недостижимыми. Вот, как раз вот проблема возникает. Два или более объектов ссылаются друг на друга. Ни один из этих объектов нет ссылок изне, то вся группа считается недостижимой. Вот. Но возникает вопрос, когда, так сказать, группа объектов, использование которых прекратилось, но в которых имеются ссылки друг на друга. Такие группы называют острова изоляцией, которые очень тяжело находить. Но там есть свои алгоритмы, свои способы организации алгоритма этого пометок и так далее. Алгоритм подсчета ссылок. Ну, он даже сейчас неявно используется в современных реализациях, в том же там С++11 и так далее. Появились называемые всякие там указатели, стандартные указатели, которые, так сказать, обличаются, там идет и подсчет ссылок на указатели и так далее, в попытке автоматически почистить систему. Вот. Его использование замедляет операции присвоения ссылок. Вот. Без дополнительных уточнений этот алгоритм, в отличие от предыдущих, не удаляет циклические замкнутые цепочки вышедших из употребления объектов, имеющие ссылки друг на друга. То есть тут вот эта проблема остается. В принципе, эта проблема очень похожа на проблему, так называемого консервирования или пиклинг. Я плохо по-английски произношу. Ну, например, я пользовался очень удобно в питоне, хотя он, конечно, к параллельному программированию имеет отдаленное отношение. Но за счет того, что объекты все могут быть сериализованы и сохранены, например, на жесткий диск и так далее, и потом восстановлены полностью, то очень удобно передавать объекты из одного потока в другой. И это очень удобное программирование, очень ненакладное, так сказать, и удобно, так сказать, параллели, ну, достаточно простым способом, ну, какие-то, так сказать, несложные алгоритмы. Вот. Ну, одним словом, я хотел сказать, что garbage collector – это кухня, кухня и еще раз кухня. Сборки мусора потребляют вычисленные ресурсы для принятия решения о том, какую память собрать, даже если программист, возможно, уже знал эту информацию. Момент, когда мусор действительно будет собран, может быть непредсказуем. Вот, как я приводил примеры из своей практики. Вот. Инкрементные параллельные сборщики мусора. Сборщики мусора в реальное время решают с различными компромиссами. Самое главное, дефект, какой есть, сборка мусора не учитывает защищенный режим, означающий страничную организацию памяти. То есть, в результате получается так, что у вас один, вы подгружаете страницу, а, так сказать, вы с этой страницы используете только там какой-то маленький объем информации. Потом сразу же подгружаете другую страницу, в которой тоже какой-то используете маленький объем информации. То есть, либо записать, либо удалить, либо почистить памяти. У вас все время идет подгрузка этих страниц, что дико, так сказать, замедляет выполнение программы. Ну и самое секретное оружие современных компьютеров – кэш. Он вообще в сборках сборщика мусора, вот при такой организации, никак не учитывает. Я понимаю, что сам алгоритм сборки мусора, который, я пытаюсь его оптимизировать с использованием кэша, но сама куча, в которой, так сказать, этот алгоритм работает, она никаким образом кэш не использует. А кэш – это намного быстрее память, чем оперативный, и компьютер пытается как-то работать. Если данные уже были, им использованы, они хранятся в кэше, и по определенным правилам оно определяет, что они не поменялись, то, значит, он ее берет из кэша, а не подгружает ее, так сказать, с более медленных устройств. Это значительно ускоряет выполнение программы. Если кэш у компьютера отключить, то он вернется сразу лет на 15-20 по времени, по быстродействию. Теперь рассмотрим алгоритмы реализации для работы с кучей. Для работы с кучей любое уделение памяти, как во многих статьях по поводу работы, вы сразу говорите, что вы используете как минимум два указателя. То есть выделили память, вы должны, значит, одновременно выделить ссылку на начало и ссылку на конец используемой памяти. И храните это дополнительный формат. То есть вы выделили, например, всего лишь там, например, 4 байта, а на самом деле вы выделили два машинных слова, которые должны, ну, имеется в виду не машинных слова, а два машинных адреса на эту реализацию, плюс еще 4 байта. Это как минимум, а в реальности гораздо больше бывает. Запросы памяти удовлетворяются путем уделения частей из большого полу памяти, называемой кучей или свободным хранилищем. В любой момент, так сказать, какие-то части этой кучи, так сказать, свободны, не используются, следовательно, доступны для будущих распределений. Сразу несколько проблем усложняет реализацию. Это фрагментация, когда есть много разных и небольших промежутков между выделенными блоками памяти, вот, что в результате не делает недействительным их использование и выделение. Ну и плюс метаданные, которые я говорил, которые, так сказать, также увеличивают размер данных. Но вообще есть такое правило, что в самом худшем варианте, а он часто наступает, что вы работаете со сборкой мусора, что работаете с алгоритмами распределения в куче, вы теряете до 50% используемой памяти, можете терять. То есть это вот такой вот плохой результат. То есть 50% у вас фактически не используется. Ну обычно как борется с этим? То есть при выделении блоков фиксированного размера, так сказать, используют список свободных блоков памяти фиксированного размера. Все они одного размера. Это вот очень хорошо работает для простых встроенных систем, где не требуется уделять большие объекты. Ну, так сказать, из-за значительного сокращения накладных расходов этот метод может существенно улучшить производительность для объектов, который он требует часто выделения и освобождения. Ну и часто используется в видеоиграх вот это вот. То есть это, так сказать, выделение крупными кусками такими. Есть более, так сказать, такой алгоритм, который используется во многих разработанных этих малок и фри. Память распределяется в несколько полов памяти вместо одного, то есть в несколько кусков. И все они берутся с размером определенной степени двойки. Все блоки определенного размера хранятся в ассортированном связанном списке или дереве. И все новые блоки, которые формируются во время выделения, добавляются в соответствующий пул памяти для последующего использования. То есть получается, если запрашивается меньший размер, чем доступен, выбирается и разделяется наименьший доступный размер, выбирается одна из полученных частей. То есть процесс повторяется до тех пор, пока он не будет завершен. Ну и получается, что распределитель начинает с самого маленького блока, с достаточно большого блока, чтобы избежать ненужного разбиения блоков. Когда блок освобождается, и он сравнится с своим приятелем, если оба свободны, то они объединяются и помещают список блоков друзей большего размера. Поэтому называются так блоки друзей. То есть алгоритм очень достаточно такой понятный, что если кратные степени двойки, я могу тогда легко блоки либо разбивать, либо объединять. За счет этого получается борьба с дефрагментацией. И заодно быстрый поиск блока нужного размера. Есть еще третий механизм. Это выделение слаб. Заранее выделяет память подходящего для размещения объектов определенного типа или размера. Я тоже так иногда действовал, поскольку там иногда при вычислениях Байса-Гребнера, инвалютивный алгоритм и так далее, часто у вас есть набор данных, которые фиксированы у размера, одинаково. В результате смысл сделать из них пул для размеров этого и его использовать для того, чтобы быстро выделять и добавлять, чтобы не было фрагментации. То есть метод уменьшает и фрагментацию, и достаточно быстро эффективный, но он очень такой, видите, заранее предопределенный под определенный тип или размер. То есть он не совсем универсальный. Ну, в современной реализации. Вот одна из как раз вот компаний Google меня, как говорится, подвинула на разработку собственного сборки мусора или предупреждения памяти, я не знаю, как правильно назвать, поскольку он ни по то, ни по то не подходит. То есть у них был в 2005 году вариант TC-Malog, который используется в качестве пакета GPRTools. Я использовал, увидел, что, так сказать, по оценкам уделения памяти ускорилось в разы. На некоторых программах у меня было увеличение скорости в два раза. Я очень обрадовался. Ну, а потом, исходя из тестирования, выяснил, что это просто связано с тем, что корпорация в основном делает ставку на параллельные вычисления. И поэтому вся идея вот этого, так сказать, TC-Malog была в том, что операция выделения удаления памяти, ну, там, конечно, использовались свои настройки. Там, по-моему, как раз использовался вот этот вот метод друзей вот этих вот, когда степени двойки использовались в том числе, вот, это фактически просто выделение операции, удаление выделения памяти, то есть менеджера памяти, в отдельный поток. За счет этого наблюдалось ускорение. То есть если у вас, например, четыре процессора, ну, пусть они будут, так сказать, именно четыре потока у вас, значит, три потока вы задействуете под выполнение кода, один под менеджер памяти. Тогда у вас быстродействие будет хорошее. Вот и все, так сказать, усовершенствовано. Когда я увидел, что иногда в два раза увеличивается скорость, я понял, что выделение памяти по времени занимает очень много времени, даже при малых вычислений. Что говорить при больших вычислениях, когда фрагментация куч, время сильно увеличивается. 2021 год, свежий, мимолог. Я вот при подготовке доклада открыл, что, оказывается, Microsoft тоже, так сказать, сделал акцент на разработку своего менеджера памяти, то есть как замена молок стандартной библиотеки C, 11 тысяч строк кода, вот, и даже открыл исходный код, и он доступен на GitHub. Ну, есть также JEMALOC, реализация молок, который, так сказать, используют в качестве библиотеки FreeBSD. В 2005 году и сейчас продолжает поддерживать. Я показал, в общем-то, основные, так сказать. Хотя есть очень много разных реализаций молок-фри. В основном достоинствами, как говорили, это борьба с учечками памяти. Ну, как борьба с учечками памяти? У вас работает целиком программа, а в дебаггерном режиме в конце программы вы узнаете о том, что у вас где-то вы какую-то память не почистили, у вас, значит, где-то ошибка. И вы во всей программе должны искать ошибку. Ну, хорошо, что вы знаете, что она есть. Ну, а где? Если программа у вас, те же самые 11 тысяч строк кода, в какой строчке кода, в каком куске кода вы забыли вернуть память в систему? Ну, это очень тяжело. Ну, я хотел показать, что, так сказать, оказывается, это все очень достаточно живо. Вот тут вот есть... Сейчас... Ханс по... Я могу правильно... Не буду читать фамилии, чтобы не портить своим произношением. Вот он даже автор разработал, так сказать, для языка C и C++ сборщик мусора, прям сборщик мусора, так сказать, внутри именно компилированного языка. Это, так сказать... Я пробовал как-то давно его запускать, толком ничего не получилось, время работы не понравилось. И, так сказать, я... Хотя, видите, даже какая-то конференция проводилась, так сказать, и адрес конференции был с ним связан. Ну, это вот, так сказать, последняя, так сказать, уже конференция. В 2020 году была последняя конференция. Ну, и примерные названия докладов, которые там есть. То есть, видите, тема достаточно актуальная. И малок, и фри, и сборка мусора, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это все, так сказать, используется. Теперь подход к объектно-ориентированной реализации. Ну, прежде всего, несколько слов о объектно-ориентированном подходе. Очень часто любят сравнивать, что вот на языке C тяжело писать программы с удалением-выделением памяти. Поэтому лучше вот использовать тот же самый Java или там, например, C с решеткой и так далее. И все как хорошо. Ну, на самом деле, это неверно. Дело в том, что пишут C, это честные авторы, а нечестные пишут C, C++, как стандарт. C++, это достаточно, так сказать, при грамотной организации классов на вас все берет компилятор. То есть, он автоматически вызывает деструкторы, за вас все удаляется. А в C++11 там разработана куча всяких дополнительных оберток для указателей, которые позволяют еще это сильнее все автоматизировать. И я вообще не вижу никаких сложных проблем, чтобы как раз время жизни определял программист. И, в принципе, писать программу таким образом, что за тебя все это автоматически делал компилятор. Это как раз и есть C++. Объектно-ориентированно можно писать и на фортране, но затраты какие на это будут. То есть, подход этот принципиально отличается. То есть, ограничить использование указателей на внутренние структуры класса C++, объявив их в закрытой области видимости. Ну, в принципе, это как раз и есть правильная технология ООП. Это свойство называется энкапсуляцией, и так и надо делать. Этот пользователь не должен видеть, как реализован класс. Он должен только использовать его интерфейс. То есть, указатели, естественно, в программе могут быть указатели на что-то, но не указатели на внутреннюю структуру. То есть, на саму реализацию класса. А на сам класс, например, можно указывать. То есть, например, у вас есть многочлен, у него есть мономы и коэффициенты. Вы, естественно, можете указывать и на моном, и на коэффициент, и на сам многочлен. Но вы не можете указывать на внутреннюю структуру самого многочлена. Как он там у вас внутренний зон списком, или красно-черным деревом, например. Или в виде массива, например, переменной длины. Это, так сказать, ваша внутренняя реализация. Во-вторых, в C++ по стандарту языка у вас есть предопределенные конструкторы. Конструктор по умолчанию и конструктор копирования. Поэтому, если вы их не реализовали в самом классе, который вы реализуете в C++, они за вас будут созданы системой. Как правило, конструктор по умолчанию от вас вообще мусор может показаться в системе. Там нулями никто забивать не будет. Ну, значимее. А конструктор копирования – это просто обычная мем-копия. Копия памяти. То есть, она позволяет построить копию объекта. Вот. Поэтому у нас уже в C++, как бы вы и так, вот эти вот пункт второй и пункт третий, вы и так, и так должны делать, если вы пишете в C++. То есть, остается только добавить функцию swap, которая грамотно меняет внутреннюю структуру объекта. То есть, объект внутренней структуры скрыта, а swap позволяет поменять два объекта внутренней структуры. Ну, чтобы был понятен пример. Например, у меня реализован массив. Ну, массив как реализован? То есть, у меня хранится размер массива и хранится указатель на первый элемент. Функция swap просто поменяет местами в двух классах размер, сделает swap, размеры поменяются, и поменяются указатели. Это вот так вот это будет выглядеть. То есть, вот и все. Больше ничего. Ну, и в результате я сейчас сначала покажу примеры использования, потом покажу сам код. Вместо 11 тысяч строк кода в реализации OP требуется около 300 строк кода, включая вспомогательные шаблоны C++, чтобы было проще в некоторых случаях использовать эту библиотеку. То есть, это вот огромная просто разница. Ну, пример использования сразу характерный. То есть, у нас есть список односвязный. Это наиболее такая простая структура, всем достаточно понятная. То есть, у нас есть узлы, которые хранят. Ну, в данном случае данные – это просто список из целых чисел, типа int. Указатель на следующий элемент – это конструктор ячейки. Деструктор ячейки ничего не удаляет. Так-то у меня было бы… Список представляет собой, как раз и есть указатель на первый узел. Если указатель null-значение или null-ptr, как по стандарту новому C++11, то значит, у меня список пустой. Если указатель на конкретный уже узел, то значит, список не пустой. И, так сказать, дальше мы можем идти по этой наследству. Мы добавляем только вот этот аллокатор. В принципе, затраты, казалось бы, лишние по памяти. Но мы не забываем, что стандартный Malek Free как минимум два указателя на любое выделение памяти дополнительно тратит. Вот. И вот описание самого класса. То есть, у меня есть конструктор по умолчанию. Теперь он обязательно с аллокатором. И дело в том, что в новом стандарте языка, и я это сейчас вам покажу уже конкретно в коде, C++11, можно сказать, что таких конструкторов быть не должно. Поэтому конструктор по умолчанию, без аргументов, можно написать равно делета. Я продемонстрирую вам попозже. И это значит, что я уже не смогу использовать этот конструктор. Так же, как конструктор по умолчанию, который без аллокатора. Конструктор по копированию должен быть вот в таком виде, без аллокатора. Если я напишу, я пишу, что равно делета, означает, что он не может быть вызван. И тогда я гарантирую, что система будет вызываться только с правильными конструкторами, с аллокатором. Здесь используется так называемый замещающий оператор new, который выделяет, используя M-аллокатор. Он сразу же, используя этот аллокатор, выделяет нужный размер памяти здесь и возвращает нужный тип. То есть, указатель на ноды. При удалении памяти, я тут не стал писать, чтобы не заморожать код, я вызываю функцию D-строй. М-аллокатор D-строй удалить узел. Почему D-строй? Поскольку перегрузка стандартного оператора делета дополнительными аргументами позволяют не все компиляторы C++. Поэтому это шаблонная функция, которая выполняет вызов делета. То есть, она и удаляет объект, и возвращает с помощью аллокатора память в систему. То есть, фактически, вместо того, чтобы писать delete TMP, вызывается вот такой диструктор. Единственное ограничение здесь, TMP не может иметь значения, но оно через технического характера, оно никак не сказывается ни на удобстве программирования, ни на быстродействии, никаким образом. Ну и вот, как выглядит определение функции swap. То есть, я меняю местами аллокатор и меняю указатель на голову с тиска. И все. То есть, функция swap, все затраты. Вот. То есть, ну тут это вот как раз описание, что я уже говорил, что функция диалог – это низкоуровневая функция, которая, так сказать, возвращает память. Вот. А destroy диалог также могут вызываться с дополнительным числоочисленным аргументом для удаления массивов. То есть, у нас есть либо сам объект, либо массив объектов. Либо низкоуровневые типы, типа целые числа с плавающей точкой, указатели и так далее. Вот. Также вот, если есть такой вот оператор присваивания, языке C++ не наследуется. Вот. Поэтому у меня в шаблонных классах специально имеется возможность его в такой же перегрузке, если это имеет смысл для, так сказать, имеет смысл реализации. Вот. То есть, он присутствует. Ну и вот теперь, как выглядит сама сборка мусора. То есть, у меня есть оберточный класс, шаблон, template, GC, то есть, garbage collector. Я беру лист. Ну, даю название просто по мнемоническому правилу GC-list, хотя можно назвать как угодно. Вот у меня сам объект. Видите, уже есть конструктор по умолчанию без вызова о локатор, потому что локатор сидит внутри уже. Я делаю какие-то операции списком. И когда я понимаю, что я список уже поменял, и у меня память может быть использоваться неэффективно, я вызываю reallocate. Вот. Когда будет вызван reallocate, система проверит по какому-то там мнемоническому правилу, стоит память, возвращать систему, выделять новую, если стоит, то будет вызван конструктор копирования, инициализации этого объекта A и временного какого-то объекта. И временно с этим объектом A поменяется, и, кстати, у меня произойдет уплотнение памяти, и память вся вернется в систему. При этом сразу оговорюсь, что диалог, который и DeStroy применялись, вот предыдущий, я сейчас пролесну, предыдущий диалог и DeStroy, вот они, так сказать, они на самом деле память системы не возвращают. Они просто говорят, что такой размер памяти больше не используется. То есть удаление здесь происходит мгновенно и не требует никаких вообще затрат, поскольку в элокаторе просто хранится информация, сколько памяти было выделено и сколько используется в данный момент. То есть я просто этой операцией покажу, что, например, там 300 байт вернулось в систему, значит, я говорю, что используемая память уменьшилась на 300 байт, и никаких больше ничего не будет происходить. Просто по разности используемой и выделенной памяти я буду делать вывод, стоит строить копию объекта, чтобы вернуть память в систему, или не стоит. Вот, то есть если процент не используется памяти высок, ну, я пробовал по-разному, пробовал 50% память брать, пробовал память брать 2 трети, то есть если 1 треть памяти не используется, то я вызываю как бы сборку мусора свою, ну, то есть Relocate. То есть вот, и в строке вот в этой 45, значит, подмена копия объекта и его подмену на первоначальную перемену. То есть изне программы это никак не заметно, вы продолжаете так же работать, а здесь был вызов со сборкой мусора. Естественно, вызов Relocate может происходить неоднократно, и вообще он практически ничего не стоит сам по себе, если не строится копия. То есть его можно вообще использовать практически при любом измене объекта. То есть как вам удобно. То есть вы можете любое, так сказать, изменение памяти с объектом вызывать его, либо вызывать там через какую-то, если это слишком частая процедура, и чтобы не захламлять код вызовами Relocate, вы какое-то сделали крупное изменение, осмысленное, когда объект уже перестал меняться, и вызвали Relocate, чтобы, так сказать, потом он уже неизменным в памяти существовал какое-то время. Вот. Так же попутно получается, какие преимущества здесь имеются. Учет времени работы. Ну, легко получается. Текущая память. Для всех. То есть все аллокаторы имеют глобальные переменные, точнее, ну, правильно сказать не глобальные, а опять это жаргонные слова, статические члены класса. Хотя на самом деле это глобальные переменные, в которых хранится информация о текущей, используемой памяти всеми аллокаторами, какие есть. Максимальная память, какая достигала программа в момент выполнения. И очень удобная функция, особенно при вычислении средствами компьютерной алгебры, когда у вас, например, считается программа, вы стоите на несколько дней, а память может переполниться, у вас подвиснет там все остальное, вы не сможете толком снять самую-то самую задачу. Ну, это очень неудобно. Ну, и вообще, так сказать, иногда просто есть такое мнемоническое правило, если оно посчитало там на какой-то такой памяти за большое время, то на большей памяти за гораздо больше времени тоже не посчитает. Потому что, как правило, все алгоритмы экспоненциального характера по времени и по используемой памяти. Поэтому задача, если считается, то считается все-таки за какое-то разумное время. Вот. То есть, вы прерываете программу и пишете сообщение. Также, в отличие от Malac Free, которые вот всевозможные реализации, которые позволяют проводить утечку памяти, аллокатор у вас конкретный. Если у вас этот аллокатор связан со списком, и здесь вы что-то не удалили, когда у вас будет вызываться деструктор класса GSI List, а, соответственно, будет вызвать аллокатор. Если вы не почислили с собой память, он вам выдаст сообщение, что произошла ошибка. А потом найти время и место этой ошибке уже не составляет никакого труда, поскольку она локализована. Еще параллельно возникла очень удобная стука, как замена аллока. Ну, что такое аллока, если многие, возможно, не знают. Это обычно используется в Unix-системах, это аналог второго способа выделения памяти, как я говорил в начале доклада. Это статическое распределение, это распределение автоматически за счет программы. То есть, вы вошли в блок данных. Если я здесь с помощью аллока выделил какой-то кусок памяти, то она, память, будет выделяться в стеке. Когда я выйду из этого блока, память сразу вернется в систему. То есть, даже не надо возвращать эту память в систему. И плюс аллока, поскольку стек у нас растет последовательно, там никаких дефрагментаций, ничего не возникает. То есть, это очень быстрое выделение памяти, очень удобно для каких-то ресурсов, когда вам нужно внутри быть. Ну, какое неудобство? Во-первых, аллока – это все-таки функция такая, которая не позволяет вам конструировать сложные объекты. Или вы должны как-то память ей передавать. Здесь, как бы, хорошим аналогом, может быть, более медленным по быстродействию, но незначительным, является вот этот класс аллокатор. Вы просто пишете аллокатор A1. То есть, видите, я определил массив. Ну, чтобы указать A был как раз указатель на первый элемент. Теперь вызывает тот реализованный список, лист A. И все, я буду уверен, что в конце блока вся память будет почислена. А если я здесь где-то допустил утечку, у меня еще будет в дебаггерной версии сообщение об ошибке, что здесь я что-то где-то не почистил за собой память. И при этом это очень удобное использование. То есть, мне надо что-то временно посчитать, а при этом конструировать достаточно сложные структуры данных, которые простым аллокатором. То есть, куском памяти мне очень тяжело даже рассчитать, сколько мне памяти потребуется для этих структур. Я вызываю аллокатор, и потом все это возвращается в систему. Естественно, сам вот это вот выделение, аллокатор. Так, сейчас, секундочку. Я сейчас приду и покажу сразу же на примере реализации уже в пакете GIMP. Я сейчас увеличу шрифт, чтобы было видно на ваших экранах получше. Вот так вот. Это вот есть на GitHub проект GIMP. Михаил Дмитриевич мне тут начал помогать с описанием самого проекта. Тут есть какое-то описание уже небольшое добавлено. Вот. Есть папка утилы, утилиты. Здесь содержится как раз та библиотека от GIMP, которая может использоваться и в других проектах. И, так сказать, она как бы уделяется. Она косвенно, конечно, связана с вычислениями байсов Грёбнера, но не напрямую. Вот здесь и есть класс аллокатор. Ну, во-первых, я сразу же покажу, что здесь, используя CMake, легко, так сказать, использовать, включать, выключать. Использовать аллокатор, не использовать аллокатор для отладки, для сравнения. Также использовать аллокатор для выделения памяти для целых чисел. Ну, целые числа здесь представлены пакетом GIMP. То есть, числа неограниченной точности. Ну, и вот сам класс аллокатор. То есть, у нас есть, вот, который я называл статически глобальные переменные. Это текущая память, максимальная память, ограничение на максимальную память. И таймер, который позволяет нам учесть время работы аллокатора. Вот. Это выделенная память, используемая память. Также, так сказать, вот эта вот структура, и вот, как память сама по себе хранится. Структуру сама представляет собой односвязанный список. Вот. При этом, из блоков. Каждый блок может иметь разный размер. То есть, у нас блоки могут быть иметь разного размера. При этом, они выбираются кратными, обычно, какому-то такому большому куску. Ну, желательно, связанным с физической страницей памяти. Ну, обычно, это 4 килобайта. То есть, они кратны 4 килобайта. Если вы запросили 8 байт, вам все равно будет выделено 4 килобайта. Если вы запросили массив, в котором, например, там используется, там, например, 30 килобайта. Значит, вам будет выделено 8 страниц по 4, значит, 32 килобайта. И этот блок будет непрерывным. Естественно, в систему они тоже в таком же виде будут возвращаться. Но у вас, получается, вся память, получается, уделяется крупными кусками. Как было вот в том алгоритме, который... Я вам... Вот. Распределение блоков фиксированного размера, как раз, который, видите, используется в видеоиграх, которые достаточно быстрые и эффективные. Так. Ну, это вот выделенная память для последнего блока и используемая память для последнего блока. То есть, сколько у нас выделено, сколько использовано, чтобы мы могли, так сказать, определить, следует ли нам выделять новый блок памяти или пока обойдется этой памятью. Вот тут вот у нас, поскольку аллокатор сам должен уметь строить свою копию и сам же должен уметь делать своп сам с собой. Это естественно. То есть, это низкоуровневое выделение памяти, видите, size n и allocate size n. Вдобавок, у вас, если при малок фри вы всегда храните, у вас в мета информации дополнительно хранить, сколько вы выделили в малок памяти, чтобы знать, сколько ее удалить. Поскольку вы пишете просто, так сказать, вызываете, ну, малок фри, у вас там нету. Это вот нюдл, это там имеется в виду тип и как бы можно узнать размер. А малок и фри, они же без типа возвращают, там надо размеры подставлять. Происходит. То здесь мы должны всегда указывать память n, сколько мы хотим освободить, но это как бы не очень затратное программирование. А вдобавок, когда вы используете вот диалог, то у вас, видите, сразу size of t стоит и за вас уже, так сказать, по типу данных определяется требуемый размер. То есть освобождение памяти, освобождение для массива с вызовом деструктора. Это уже сложные типы данных, которые имеет деструктор. Вот. И, соответственно, массив, так сказать, сложных типов данных. Так, это сколько выделено алок, сколько выделено малок. Вот. И вот это вот чисто эмпирическое соображение для вызова сборки мусора. Так сказать, если я аллокатора не использую, то у меня всегда возвращается ложь и никаких копирований и слопа не происходит. Вот. Дело в том, что само реализация вот на C++ очень непростая на самом деле. Несмотря на короткий код, здесь потребовало как раз использовать наследование от нескольких классов. Дело в том, что всегда декларируя еще язык Дельфий был, так сказать, тот же самый Java, C с решеткой, что у нас наследование всегда от одного класса, наследование от двух и более классов. Наследование от двух и более классов – это все сложно, это все, так сказать, плохо реализуется. На самом деле это лукавство, поскольку просто по наследованию еще легко реализовать, а наследование от нескольких достаточно сложно. Дело в том, что как вы декларируете, вот тут особенно это заметно… А, ну сейчас я покажу. Ну, можно лучше, наверное, но сейчас… Дело в том, что сначала вызываются наследованные классы, то есть сначала будет вызван конструктор Аллок ПТР, то есть мы должны сделать сам Аллокатор, который уже будет выделять память для объекта Т. Гарантировать это железным образом можно только за счет наследования. Сначала мы вызываем Аллокатор ПТР, класс, потом вызываем класс Т, потом вызываем только… можем вызывать поля класса в порядке декларации. И для этого служит вот такая вот форма записи, выделенная. То есть здесь вызывается конструктор, минициализируются поля, сначала выделяются наследуемые классы, а уже потом поля. И видите, они должны в той же последствии здесь записываться. Вы, конечно, можете здесь написать другое последствие, но все равно они будут вызываться в том порядке, как они были выписаны при декларации. Это просто стандартный заказ и плюс-плюс. И за счет этого, так сказать, возникает вот этот вот конструктор копирования, конструктор, видите, из базового класса, с собственным уже Аллокатором ПТР, то есть это конструктор про образование типов, оператор присваивания, который преобделяется, и своп, который позволяет это все делать. И вот функция Reallocate. То есть если у меня определен использование Аллокатора, проверяется, что есть момент сборки мусора, я включаю таймер, строю объект, своп объекта и все. И больше ничего не требуется. Вот. И вот возникает вот это вот, так сказать, еще два оператора new. Был это так нельзя было определить, как я говорил, поскольку не все компиляторы это поддерживают, это плохо переносимо, и в стандартный заказ не вошло. И посмотрим, как это все внутри реализовано. Так. То есть вот у меня размер страницы здесь задан, я собираюсь еще массово поэкспериментировать с разными размерами страниц, посмотреть, как это, на что влияет. Вот. Просто надо сейчас отладить в основном алгоритмы, точнее не отладить, а более разнообразную версию алгоритмов, потому что там есть разные стратегии вычисления инвалидовных базисов, сделать и на большом объеме примеров пересчитать. То есть достаточно большая счетная работа предстоит, чтобы можно было всевозможные оценки провести и разобраться в этом вопросе. Вот сам конструктор аллокатора. И вот здесь видно, что если память у меня превышена, то вызывается прерывание процесса и пишет, что превышен лимит выделенной памяти. Естественно, если лимит памяти равен нулю, то, так сказать, память будет использоваться до тех пор, пока возможно. Вот. Деструктор. Ну, в данном случае у меня еще пока стоит отладочное сообщение. Даже в недебаггерной версии я пишу, что когда у меня нарушается размер. Вот. И демонстрирую указатель. Но сообщений таких давно уже не было, но на всякие пожарные пока оставляем. То есть, видите, здесь проверяется, что у меня размер памяти равен нулю асерд. И тогда получается, видите, простой алгоритм очистки блоков памяти. Возврат системы. Ну, своп. Это вот как раз удобное введение появилось. C++11. Автоматические переменные. То есть, когда тип не надо писать, а система с авазкомпилятора вычисляет какой-то должный тип переменных. И вот, так сказать, основная операция лакэй. Вот это вот достаточно долго я потратил время для работы. Дело в том, что это не совсем стандартная ошибка. Вот такая вот, видите, шестерка. Это значит, кратно 64 получается. То есть, N у вас должно быть кратно 64. Поскольку это связано с враньем памяти для кэш. То есть, ошибка обычно в дебаггерной версии она не проскальзывает. А в таких есть. То есть, тут, к сожалению, я даже был момент, писал зависимо в операционную систему Windows свои. Там выделение памяти. Более нескоро у нее функции, чем Malac Free. В Unix свои выделения памяти. Но я потом ушел из-за переносимости, чтобы не лезть в технические описания. То же самое для кэша. Если будет другой кэш, то надо здесь будет поменять. Пока 64 вроде бы хватает. Но это все может поменяться там на 128 и так далее. Вот. Ну, видите, выделение памяти достаточно, так сказать, большое. Единственное, тут, конечно, нюанс есть. Поскольку тип вольт, он не имеет размера. Приходится приводить к типу чар, чтобы работала так называемая адресная арифметика в CPFC. Ну, это чисто C-шная адресная арифметика, не C++. Ну, и диалогейт тоже надо не забывать сделать обратный выравнивай кэша, чтобы правильный размер вернуть систему. Вот. А тут видно, это описание уже класса без аллокатора, без использования самого аллокатора, а просто подсчет памяти и больше ничего. Ну, и вызовы стандартных малых и фейн. Так, я, наверное, уже начну сейчас заканчивать, поскольку, судя по времени, уже 5 часов. А, ну, 16 часов. То есть, сразу скажу, что у нас реализовано с использованием как раз этого аллокатора красно-черные деревья. При этом они реализованы очень хорошо в том смысле, что алгоритм, которым они делались, была такая толстая книга. Ну, я название могу сказать. Там был нарисован и шаг, в виде учителя такой и шаг, и написано, они лупели, умнее там ученик и так далее. Дело в том, что там они не использовали нул-птр, нул-значение, они использовали там левые, красные, всякие деревья. То есть, у них не совсем хорошая была реализация в стандартном STL C++, который был. Здесь у меня правильная, хорошая реализация, отлаженная на большом количестве задач разных структур данных. И она как раз используется аллокатор, очень эффективно строится копия. Также здесь используется, ну, односвязанный список, поскольку это очень частная структура, нужная как раз при компьютерной алгебре, с атераторами, как раз, которые строят копии, очень удобные. Вот. И, так сказать, используется еще стэк. Тэк на основе односвязанного списка, чтобы как раз иногда не совсем удобно вызывать рекурсивно программы, а просто хранить какие-то данные, которые нужны. То есть, вызывать рекурсию только для того, чтобы хранить какие-то данные, не всегда эффективно. То есть, иногда просто эффективно, ну, при типичном примере обход дерева. Я залазил в глубину дерева, и так бы я вызывал рекурсивную функцию. А мне достаточно хранить указатель на предыдущие отнюдь линии в виде стэка. И тогда я легко могу вернуть обратно, с учетом того, что у меня стэк реализован с аллокатором очень эффективно по памяти. Это будут меньше затраты, чем на рекурсивных вызовах функциях. Хотя они, конечно, аппаратные поддерживаются. Вот. Ну, и теперь, как это все реализовано в ГИНВе самом. Вот сам ГИНВ. То есть, ну, структуру ПАИ ГИНВ – это на Питоне чисто алгоритмы, чисто такие вот, которые можно попробовать посмотреть, неполная реализация. СИТОН – это реализация самому Питону. Ну, я более подробно буду говорить через две недели, так ладно. Это вот сам ГИНВ. Тут тоже можно отключить использование аллокатора. Вот. ГИНВ – аллокатор при тру, правда. Вот. Ну, и теперь сами структуры данных. Вот тут достаточно интересно. Вот структура данных тут напрямую. Хотя везде, естественно, используются. Вот, видно, используются списки аллокатора. Это реализация полинома. Поскольку основная структура данных, которая все время меняется в размерах и забирает и возвращает память в систему этого многочлена. Вот здесь я как раз описываю, что у меня нет конструктора по умолчанию и конструктора копирования, инициализации в стандартном виде. Только те, которые мне нужны. То есть, вот он в таком виде, в таком виде, видите. То есть, я как бы запрет сделал, поэтому я тем самым требую безопасное использование этой библиотеки. Вот. Вот здесь вот как раз использую, опять же, это подмешивание с помощью аллокатора ПДР. Делается как раз этот специфический нужный мне как раз многочлен, внутри которого можно использовать сборку мусора. Вот оно, реаллокейт. Вот. То есть, здесь копия строится и своб. Тот же самый принцип. Ну, естественно, используются также деревья жаные и все остальные структуры данных. Здесь маномы везде все используют аллокаторы. Так, к сожалению, я совсем забыл сразу показать, а то будут вопросы. Покоропился. С типом интежа. Целые часы. Дело в том, что с ним сложность. Поскольку он написан на чистом C, и там только можно малых фри. Ну, не малых фри, там реаллокейт. И фри перегружать внутри, вызывать какие-то специфические для сборки, для этого. То есть, здесь произведен такой трюк. То есть, в классе аллокатор есть. А поскольку для основных операций, которые мне нужны, я сейчас пример приведу. Ну, например, возьмем операцию умножения двух чисел. Операцию умножения. Ну, я проверяю, что они не равны этому указателю. То есть, те числа, которым будет присвоен результат, это указатель KIS, A и B, это разные все числа. Я могу сразу выделить нужную память под область меня. То есть, я беру сумму двух размеров этих чисел. Тут сумма подразумевается, что в качестве цифр этих длинных чисел выступают машинные слова. То есть, это количество машинных слов в умножителях. Сумма их. Ну, АПС берется, поскольку МСАЙС показывает знак числа, положительный или отрицательный. Поэтому берется абсолютное значение. То есть, тем самым я заранее выделил память, которой точно хватит для перемножения этих двух чисел. Аналогично с делением, только надо добавлять плюс один. Аналогично с большим общим делителем. Тут минимальное значение. Но я сразу проверяю, что у меня А и Б не равны нулю. Поэтому это будет минимальным значением из этих двух, так сказать, размеров этих чисел. И за счет этого, так сказать, получается возможность использования как раз в библиотеке GMP со сборкой мусора. Так, теперь сами результаты. Ну, результаты очень интересные, очень много. На некоторых примерах я просто наиболее характерно решил показать. На некоторых примерах разница достигает, ну, в счете там порядка, например, если так считает минуту, может три минуты разница, если запускать без сборки мусора. Но вот смотрите время. То есть, это циклические седьмые корни, алгоритм TQ, который не совсем эффективный. Такой лобовой достаточно алгоритм вычисления. Вот. А локатор. То есть, все работает с аллокатором. Время 33-49. Сборка мусора заняла 0,11 секунды. 0,33%. Я помню хорошо, что в редюйсе в некоторых случаях доходило там 8-10-11% сборки мусора. Когда вы подходили уже к границе памяти, у вас очень сильно форминитировалось. То есть, там конкретные проценты все время. А локатор except, то есть, без целых чисел. То есть, целые числа выделяется в память сама по себе. Ну, примерно то же самое. И использование малок фри. Видите, 57. Ну, где-то в процессе, ну, не в два раза, но около двух раз хуже. Вот. Задача Попова. 21. Эта задача интересна тем, что там очень большие длинные числа. Огромные просто. При этом сами многочлены очень простые. То есть, память выделяется только на числа. И основное время занимает именно вычислить счет с длинными числами. А локатор здесь, видите, проигрывает. И сборка мусора, вызывая, время достаточно много заняла. 0,76%. Так сказать, без целых чисел все равно выигрывает. То есть, когда сборка мусора, но без целых чисел. Вот с этим моментом я еще до конца не разобрался, с чем связано. С накладными расходами. Что я, так сказать, все время выделяю, делаю, так сказать, своп с этими целыми числами. Мне до сих пор этот вопрос непонятен. Но иногда происходит замедление. Не всегда оно происходит. Но всегда локатор, даже на этом примере, где огромные буквально числа, все равно чуть-чуть, но выигрывает. Но поскольку там все время вычислили, все время работы тратится на как раз арифметику. А не на удаление, выделение памяти. И вот, так сказать, ЭК-11 пример. Вот здесь аллокатор 200 секунд. Аллокатор тут числа достаточно, так сказать, малого размера были, но не очень крупные. Видите, получилось, что он выиграл 268. И, так сказать, у малых фи 341. То есть, почти та же самая двойка здесь наметилась. По времени у меня еще, так сказать, не отладил, не посчитал крупные примеры. Я хочу примеры, чтобы было на несколько суток. То есть, тогда мы реально увидим, так сказать, работу, насколько, так сказать, фрагментация Кучи будет влиять на работу, удаление, уделение памяти, ну, естественно, построение самого памяти Гребнера. Ну, для себя замечу, что Владимир Васильевич Корняк, многим известный, он проводит очень простую такую политику. Он делает эту консервацию. То есть, он делает возможность сохранять промежуточные вычисления на Минчестере. И он давно заметил, что программа поработала какое-то время, он сохраняет ее в автоматическом режиме на Минчестере и заново загружает данные и опять продолжает работать. Он, иногда, он, говорит, ускоряется там десятки, сотни раз время выполнения программы. А просто потому, что он убил эту фрагментацию Кучи и заново все загрузил. И у него опять пошел быстрый счет. И такой момент, что эти данные, раз они были подгружены одновременно, часто располагаются в одной и той же памяти физической, на одной странице. Кэш, скорее всего, рядом тоже же подгружается с кусками памяти. И этот кусочек памяти содержит те данные, которые вам потребуются. Для следующих вычисления их не надо будет подгружать. И за счет этого получается ускорение. Кроме, как бы, ускорения самой работы со сборкой мусора. Здесь ускорение еще может получаться за счет подгрузки страниц и за счет работы с кэшем. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Большое спасибо, Юрий Анатольевич. Действительно интересный, очень прагматичный рассказ. Я знаю, что Михаил Дмитриевич уже экспериментировал с новым вариантом этого программного продукта. Если можно, я задам вопрос Юрию Анатольевичу. Когда Малых посылал запрос с этой задачей Попова, там были известны в нескольких размерностях корни. Получились новые размерности или ты практиковал со старыми? Я вот единственное, что посчитал для 21-го, поскольку 500, ставил задачу 23 размерности. То есть я вижу задачу, как если мы построим Байс Грёбнера для такой размерности, 21, то найти многочлен от одной переменной, используя только средства линейной алгебры, не составляет особых трудов. Единственное, что там, конечно, огромные числа, с этим могут быть проблемы. А когда вы построили многочлен от одной переменной, отделить корни и найти уже потом, это технически простая задача, достаточно хорошо разработана. То есть в данном случае пока вот я удалось для 21-го посчитать, и Михаил Дмитриевич, он считал для, так сказать, использовал такую дебаггерную версию программы. Тут указано, вот в данном случае указано как раз не дебаггерная, а, так сказать, реализация без отладки. Отладка раза 3-4, а иногда, может быть, 6-7 раз замедляет выполнение программы, поскольку у меня все время, так сказать, проверяется состояние классов, что оно в нужном состоянии, что список, если он сортированный, то он должен быть сортированный, что если это многочлен, что там не должно быть нулевых элементов, это тоже порядок должен соблюдаться, вот. А так вот современный пакет, вот как Гинк выглядит сейчас, это вот пример его использования, но я сейчас просто пролистаю. Здесь у меня хорошо реализована поддержка с построением всевозможных деревьев. Вот, например, циклические корни, вот здесь вот сразу же построено дерево Жанны в формате PDF, векторная графика в формате PNG, и сразу же я могу сюда же вызвать дисплей, сразу посмотреть вот все эти деревья, тут очень все наглядно. Ну, это как бы задел пока это для следующего, так ладно. Спасибо, спасибо. Михаил Дмитриевич, не хочешь ничего сказать? А у меня, пожалуй, вопрос есть, если позволите, из цикла наблюдения. У меня создалось впечатление, что вот когда запускаешь сложную задачу, она довольно бодро занимает половину всей физической памяти, которая есть, а потом, видимо, вычисления начинают вестись гораздо медленнее, и такое впечатление, что у вас есть какая-то граница, установленная примерно в половину всей физической памяти. Что-то такое есть или... Никакой границы нет, но вот этот вот пример, вот этот вот, который, задача Попова, там очень огромные числа возникают. Я уважу трассировку вот вычислений, сейчас я покажу примерно. Так, а нет, тут. Ну, вот у меня, например, пример трассировки сейчас идет. Вот здесь вот маленький размер, то есть сам многочлен состоит из 513, так сказать, манумов, а коэффициенты имеют сложность из 1463. То есть примерно на один манум получается длина коэффициента тройка. А там вот при задаче Попова и 30 тысяч, то есть сам многочлен состоит, например, из 500 элементов, а каждый, каждый, получается, коэффициент у него, это 30 тысяч разделить на 500, это 60 машинных слов, это число на экран. Не больше, может быть, на несколько экранов. Вот. Естественно, что она быстро память захватывает, а потом начинает с этими числами считать, но тут уже никак не ускоришь никаким образом. Пока не считает. Тут вопрос другой, как бороться с этой арифметикой, то есть надо выбирать многочлены, которые имеют меньшую сложность, пытаться с средствами линейной алгебры сразу промежуточные какие-то вычисления, громоздкие убрать. Ну, как это всегда делается, некоторая такая кухня для того, чтобы уменьшить промежуточные вычисления с большими числами. С задачей Попова там, мне представляется, все чуть-чуть сложнее. Дело в том, что я ее пытался решать в модулярной арифметике и продвинулся до 23 без проблем. Но 24 я все равно не взял. Ну, тут размерность очень большая. Если даже в Булювском случае, вот 2 в степенье, там возьмешь 15 переменных, а 2 в 15, и можно решить задачу. Хотя некоторые задачи там и десятки тысяч переменных решались. А тут в данном случае сколько там переменных? 15 или 16? Ну да, где-то так. Ну все, это уже, в принципе, уже почти предел. Для таких вот плотных систем это уже может быть предел как раз. Если что, она гарантирована, что она нульмерная, это тоже большой плюс, вот, то, может быть, и получится. Ну, я гарантии не давал, поскольку, я же говорю, все алгоритмы экспериментальные, как по времени, так и по сложности вычисления. Вернее, по требуемой памяти и по сложности вычисления. Ну, я, собственно, эту задачу и подсунул, как одну из тех задач, с которыми я сталкивался. Мне кажется, крайне неприятными. Хороший пример, что вот я для 21 посчитал, наверное, для 22, мне кажется, посчитает. А 23 у меня, я снял задачу, поскольку она начала уже жрать память очень сильно. Я поэтому снял и стал ждать, поскольку она уходила уже далеко на несколько дней. У меня она 15 гигабайт вот сожрала за день. Это 23. И дальше 15 гигабайт держалась, ну, наверное, часов 6. После чего я... Длинные часы. Как раз барьер середины памяти несколько смутил. Я пробовал на разных компьютерах с разным количеством памяти, и мне показалось, что это повторялось. То есть физически получалось по-разному. В одном из разы сливал на 16... Память выделяется мало к фри, я показал в исходниках, больше не... То есть это как память выделяется, и все. Хорошо, понял. Я еще поэкспериментирую, посмотрю. Хорошо. Тут дело-то такое. Одно дело, что придумал создатель, а другое дело, что увидели тестировщики. Иногда почему-то получается странные закономерности наблюдаешь. будет дополнение к рукописи. Замечательно. У кого-то еще есть вопросы или замечания? О, сейчас виноват, что поднес руку. Янович, Денис, да, скажи, пожалуйста. Здрасте. Я хочу сказать несколько слов по этому наблюдению. Это на самом деле не полпамяти. Дело в том, что любое вычисление на основе инвалидивных боевцев, оно имеет несколько стадий. Первая стадия, это когда мы накапливаем множество поленумов в Q. Вторая стадия, это когда мы их начинаем активно обрабатывать. И третья стадия, это когда у нас нулевые редукции. Вот нулевые редукции и обработка поленумов ближе к концу, они как раз и занимают огромное количество времени и создается впечатление, что все тормозится. То есть это не связано с памятью, это связано, скорее всего, именно с внутренней кухней, алгоритмом. Вот. Ну, я хочу сказать еще, что господин Юрий Анатольевич очень важную тему поднимает. Мы с ним дискутировали несколько десятков лет на эту тему. Уже. Как родились, так и начали дискутировать. Ну, как я и начал с ним работать. Вот. Два десятка лет, скажем так. Вот. И я считаю, что память вообще выделять не стоит. То есть в последних работах я с фиксированными пусками просто ее использую и все. Вернулись к Паркану. Да, да, да. И как, в общем-то, делает и небезосвестный господин Корняк в основном. Вот. То есть я считаю, что аллокаторы зло, но вот аллокатор Юры может быть будет не такое злое зло, как остальные. Спасибо. Спасибо. Ну, я согласен, что именно так вот получается, что вот использование всех стандартных, которые мы достаточно много вместе с ним перебирали, все они очень... Ну, это неудобно работать. И, во-вторых, это, как правило, очень медленно. Очень медленно. Все удовлетворены. Уважаемые коллеги. Ну, что ж, Юрий Анатольевич, доклад впечатлил, действительно, очень серьезный. Так что, большое спасибо. Тем более, что ты отработал обязаловку в центре. Это тоже очень хорошо. Спасибо. Тогда на этом мы, наверное, расстанемся. Через неделю Юрий Анатольевич выступает у Абрамова, а еще через неделю снова выступает у нас. Это такая забойная серия выступлений. Как называется? Гастроли. У Абрамова будет больше. Гастроли. У меня, как бы, акцент сделан. Надо это сказать. А тут я, как бы, пытался с гиммом больше показать. Работы. Ну, доклады будут очень похожи. Тем лучше. Тем лучше. Значит, лучше усвоиться. Спасибо большое. Дмитрий Сергеевич, все, заканчиваем или что? Да, заканчиваем. Заканчиваем. Наверное, я предложу тем, кто в курсе, подсоединится сразу на финансовое мероприятие, чтобы не оттягивать. До свидания всем. Всем до свидания.